В трех верстах от Троицы Сергиевой Лавры, в местечке Корбуха, вдали от суеты мирской, в тишине и уединении, посреди леса, божьим промыслом и стараниями митрополита Московского Коломенского Филарета Дроздова и наместника Лавры Архимандрита Антония Медведева, в 1844 году созидается Гефсиманский скит. В 1847 году в скиту поселился основатель пещер Еродиевый Филиппушка, который постился по несколько дней к ряду, спал на голой земле, летом и зимой ходил на босу ногу с пудовым посохом в руках. Испросив благословение у наместника Лавры на копание погребка, блаженный Филипп начал в 1847 году суржать пещеры, наподобие пещер Киево-Печерской Лавры. Спустя год к нему присоединились его взрослые сыновья, вместе с которым он и принял поздней монашеский образ. Слух о пещерных подвижниках привел сюда иноков, жаждущих подвигов, каждый приходящий копал сам себе келью. 27 сентября 1851 года состоялось освящение пещерной церкви Арсистратига Божья Михаила. Верхний надпещерный храм был построен в честь Черниговской иконы Божьей Матери, которую в 1852 году подарила девица Александра Григорина Филиппова. Первое чудо от святой иконы свершилось 1 сентября 1869 года. В этот день перед образом Богоматери внезапно исцелилась 28-летняя крестьянско-тульская губерния Фекла Андрианова, более девяти лет находившаяся в неподвижном состоянии. В скиту в настоящее время находятся ее чудотворные списки. В скиту проходило служение старцу-утешнутелю Варнавы, в миру Василия Меркулова. Во исполнение завета своих наставников преподобный с молодым поступил на служение народу и с полным самоотвержением трудился до конца своей жизни. Приняв от бога дар прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов, старец принимал ежедневно от 500 до 1000 человек. Каждому подавал душеспасительный совет и утешение. Всех называл ласково сынками и дочками. В начале 1935 года преподобного Варнава посетил императора Николая II со своей семьей, которого старец благословил на принятие мученической кончины. Почил старец в 1906 году. Святые мощи преподобного Варнавы ныне покоятся в соборе Черниговской конной Божьей Матери, а в Иверской пещерной часовне находятся могильные плита старца Варнавы и честные останки схемонаха Филиппа. Среди духовных чад батюшки Варнавы были преподобный Серафим Муравьев, Вырицкий, епископ Трифон Туркестанов, философ Леонтьев, писатель Шмелев, Розанов. С северной стороны храма погребены русские философы Леонтьев, монашистый Климент и Розанов. В служении старца батюшки Варнавы увенчалось блаженные кончины в святом алтаре при Цветым Престолу в 1906 году, 17 февраля, а по новому стилю 2 марта. С этого момента чудеса стали совершаться на его могилке и по его посмертным молитвам. В начале батюшка Варнава был похоронен в пещерной Иверской часовинке, где при жизни любил молиться. После обретения его мощей из могилки забыл живоносный источник, приносящаясь сегодня многим исцеление от различных недугов. А в 1997 году преподобный Варнава прославлен в лике святых. Основателем пещерных храмов Гефсиманского скита является Блаженный Филиппушка, который в 1848 году с помощниками и сыновьями принялся копать погребок, квадратный в плане яму, от которой в разные стороны расходились подземные коридоры, с пещерками, келями. Центральная же яма, прикрытая накатом, стала местом собрания пустынников на общую молитву. Митрополит Филарет и архимандрит Антони поддержали начинание Филиппушки и в 1851 году Центральная пещера была укреплена деревянным срубом и освящена как пещерный храм во имя Рестратига Михаила и прочих бесплотных сил. Строгостью славилась жизнь пещерных подвижников. Пост, постоянная молитва, запрет на празднословие – все было направлено к спасению души человеческой. Келя не более сожжение в ширину и длину. Печей не было, зимой пещерники нагревали их своим дыханием и лампадками, горевшими перед иконами, спали на досках. Здесь пробыл в затворе, уединении и безмолвии свыше десяти лет иерийский монах Александр Гефсиманский. В настоящее время продолжаются рестационно-восстановительные работы соборного храма Черниговской иконы Божьей Матери, пещерного храма в честь преподобных Антония Феодосия Печерских, а также храмов, находящихся в колокольне, святителя Николая Чудотворца и святых равнопостолях Константина и Елены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Великой Отечественной войны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok